Инсулин 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 С этой проблемой онкодиспансер намерен разобраться самостоятельно, без привлечения бюджетных средств. Самым сложным вопросом для медучреждения остается закупка химиопрепаратов. Их просто нет. В рамках тех денег, которые выделялись, ресурсы исчерпаны. Мы приняли решение выделить дополнительно наших областных денег. Такая сумма никогда не выделялась на онкопрепараты. Это абсолютно беспрецедентно. 14,5 миллионов на закупку онкопрепаратов. И наша задача выделять эти онкопрепараты прежде всего малообеспеченным пациентам. В косвенной помощи облгосадминистрации нуждается и будущий хоспис для онкобольных. На его открытии требуется 6,5 миллионов гривен. О бюджетных деньгах речь пока не идет. Мы будем искать с миру по нитке, как сказал губернатор. Я уверена, что если губернатор нам будет помогать, мы найдем. Будем проводить концерты, будем искать меценатов, будем обращаться ко всем, будем просить. Это подъемная сумма. Я считаю, что в Одесской области очень много есть людей добрых. Среди них есть люди обеспеченные. Мы абсолютно убеждены, что мы эту сумму сможем собрать. Сумму планируют собрать до конца мая. Уже к сентябрю здесь хотят обустроить места для 20 пациентов, развить зимний сад и сделать церковь. Думают даже о бассейне. По мнению главврача, этот хоспис станет глобальным шагом для Одессы в плане поддержки неизлечимо больных и их семей. Наталья Костынко, Игорь Казанжи, 7 канал. Ну а тем временем под облсоветом митинговали афганцы. Они требовали от государства выплат пособий и бесплатного проезда в транспорте. Также они просят, чтобы семьям погибших и инвалидов выплачивали ежемесячно по 500 гривен. Я думаю, сейчас власть сюда придет и мы потребуем с них, чтобы они подписали вот этот меморандум, где четко тут расписано все эти подетально. Плюс на оздоровление, плюс на разовую материальную допомогу. В итоге часть митингующих пригласили в зал заседаний для переговоров. Афганцы сообщили о том, что эта акция предупредительная и требует подписания меморандума. Представители облсовета документ подписали и теперь очередь за облгосадминистрацией.